Погода отличная, голубей достаточно, значит с головы не помрем. Так, ну что бы мне сегодня приготовить? Посмотрите какой красавец, а запах просто сказка. Вот его-то я сейчас и приготовлю, не каждый день на грядке находишь трюфель, хоть жена его и не любит, но куда деваться, есть ей все равно придется. Всем привет друзья, ну так как вы догадались, сегодня я приготовлю что-нибудь из трюфеля. Не начинайте меня сразу ненавидеть, я оказал одному человеку услугу и он решил меня отблагодарить именно вот так, потому что сам я себе с моей зарплатой такого трюфеля позволить не могу. Трюфель я предварительно щеточкой хорошо очистил. Сегодня я приготовлю грудку кукурузной курицы. Почему кукурузной? Ну потому что, обратите внимание, цвет у нее именно от того, что эту курицу кормили кукурузой и поэтому кожа у нее имеет такой желтоватый цвет. Куриное филе я уже заранее срезал, посолил. Обязательно зачищаем вот эти косточки, но если вы делаете дома, то не обязательно. Трюфель я загоню под кожу. Кстати, это не самый дорогой трюфель. Это так называемый, если я перевожу, то он называется летний трюфель. Цена такого трюфеля колеблется, если я правильно посмотрел в интернете. Примерно вот именно такого веса чуть больше 200 евро. Не знаю, насколько это правда, не вдавался в подробности. Отправляюсь к плите, обжариваю грудку. Пока сковорода нагревается, я приступлю к приготовлению ризотто. Значит, я сделаю в общей сложности два блюда. Одно из них будет ризотто. Это для супруги. А для себя я сделаю феттучини. Из овощей я подам морковь двух цветов с соусом demi-glace с ноткой трюфеля. Как готовится demi-glace, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я оставлю. Я особо рецептуру писать не буду. Я только напишу ингредиенты, которые я применил при приготовлении этого блюда. Для ризотто я добавил немного сливочного масла и добавлю немного оливкового масла. Сразу отправляю лучок. И слегка его пассирую без придания цвета. Сковорода нагрелась. Добавляю немного оливкового масла, именно которое нужно для жарки. И обжариваю грудку. В лук отправляю рис. Я взял буквально 65 грамм. Грудку переворачиваю и с обратной стороны припускаю буквально чуть-чуть, чтобы закрылись клеточки мяса. Все, этого достаточно. Отправлю пока в духовку. Включать не буду. Еще рано. Мне нужно приготовить ризотто. В ризотто я добавляю немного вина. И вино полностью выпариваю. Вино полностью выпарилось и я добавляю овощной бульон. Как готовится овощной бульон, ссылку я также оставлю. Овощной бульон у меня горячий. Это для того, чтобы сократить приготовление ризотто. То есть, чтобы оно приготовилось довольно быстро. В течение, скажем так, 15 до максимум 20 минут оно будет готово. Потому что, если бы я готовил с холодным бульоном, то я бы все время, набравшуюся температуру, сбрасывал вниз. Солить пока ризотто не буду. Вода для фетучини у меня уже готова. Она посолена и я варю фетучини. В сковороду добавляю сливочного масла и добавляю немного нарубленного трюфеля. Пока сковороду уберу в сторону. Добавляю в кастрюльку немного трюфеля, немного овощного бульона, немного портвейна и всю жидкость упариваю. Для ризотто натру немного сыра пикурину. Хотя в пасту я тоже его добавлю. Готово. Добавляю деми-глаз. Я уже включаю курочку. Выставляю температуру внутреннюю 64 градуса. Внешнюю 160. Еще немного водички. Воду пока не выливаю и отправляю их в масло. В кастрюлю немного масла и отправляю сюда морковь. Морковь как таковая у меня уже готова. Я ее отбланшировал и охладил. Посолена. Мне ее в данном случае нужно только прогреть. Плита у меня выключена, я ее накрою с крышкой. Я развел немного кукурузного крахмала холодной водой. И загущаю слегка теми-глаз. Вы помните, что я вам рассказывал, если вы взяли кукурузного крахмала слишком много и соус у вас густой, его можно опять превратить в жидкое состояние при помощи подружного блендера. Попробую ризотто на вкус. Еще немного бульона. Соус настолько великолепный, что я не могу передать его словами. Но в него и вложено было все-таки, как-никак, 10 часов работы. Соус готов. Я отключаю и накрываю крышкой. Пока убираю в сторону. Ризотто вот-вот будет готов и я добавляю пикурину. Попробую на соль. Все, соль я добавлять вообще не буду за счет соли, которая находится в пикурину и в овощном бульоне этого было достаточно. Накрываю. Убираю. Вот водичка, которая из-под фикучини, ее я использую дальше. И сюда отправлю также пикурину. Так, друзья, курочка будет вот-вот готова. Я сначала сделаю подачу для супруги, а потом я займусь фикучини дальше. К сожалению, камера отключилась в самый неподходящий момент, и поэтому эту тарелку с подачей я вам не покажу. Придется удовольствоваться только фотографией. Сам расстроен, но так получилось. Немного сыра. Немного виновника торжества. Здесь, конечно, подошли бы лучше другие овощи, такие как брокколи. но у меня, к сожалению, в доме не оказалось. Работал с тем, что было, так что не обессудьте. Работал с тем, что только шар. И немного соуса. Мой обед готов. Друзья, я, в принципе, никого не хочу раздражать своими обедами. Просто так складывается ситуация. Возможно, для некоторых из вас покажется сложно, что я готовлю. Но просто я не хочу быть похожим на других. Похожих на других кишит весь интернет. Я понимаю, что не каждый сможет себе позволить такую порцию. Но зато каждый из вас, если у него будет такая возможность, сможет ее приготовить. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И желаю вам всего самого доброго. До новых видео. Оба эти блюда были великолепны. Тарелки, говорят, сами за себя. У меня еще довольно много осталось труфеля. То есть, я использовал примерно чуть-чуть меньше 20 грамм на двух человек. В принципе, это не так много, но это и неплохо. Так как труфель долго не хранится, что сделаю с ним я? Вот такой обед я приготовлю себе еще один раз. С утра сделаю на завтрак яичницу-болтанку с добавлением труфеля. Это будет тоже очень хороший вариант. А остатки я просто натру и добавлю в оливковое масло. И будет у меня оливковое масло с превосходным ароматом труфеля. Вот и все. Я надеюсь, это видео было интересным. До новых видео. До новых видео.